А в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси и 630-летия просвещения Коми-Зыриан святителем Стефаном Пермским в Сыктывкаре состоялся благотворительный концерт. В Белом Зале Епископского Дома прозвучали духовные песнопения, классическая инструментальная музыка, авторские и народные, а также детские песни. Здравствуйте, дорогие наши зрители! Ну, если вы даже не полном составе, то мы для вас сегодня все равно споем. В семье Давыдовых растут 10 детей. Совсем недавно Давыдовы решили организовать собственный творческий коллектив. Привлекли детей из других многоодетных семей и отправились в творческое путешествие по земле Коми. Один раз мне батюшка сказал, вот говорит, у тебя есть сила, тебе дано Богом иметь столько детей. Вот ты работай, пока эти силы есть. Здесь уже идет даже не сколько привычка, а здесь идет вот такая потребность, потребность что-то сделать для церкви. И наш коллектив, он выезжает, значит, в детские дома, в дома престарелых, в хосписы. То есть мы стараемся не просто спеть где-то вот на таком празднике, где нас заметят, например, и похвалят, а мы стараемся спеть тем людям, которые в силу своей возможности не могут посещать данные мероприятия и вынуждены долгое время проводить в больницах или в детских домах. Сегодняшний праздничный благотворительный концерт состоял из двух отделений. Примечательно, что всю его программу подготовила многодетная семья Давыдовых. Как всегда, сценарий концертных номеров строится с учетом возраста и здоровья зрителей. В заключение концерта к собравшим собратился епископ Сыктывкарский в Иркутинске Петерим. Архипастер отметил, что духовная культура играет важную роль в жизни общества, являясь средством собирания, хранения и передачи накопленного человечеством опыта. Мы попытались показать... Я рад был бы, чтобы эти мероприятия были как можно чаще, не только там, как они бывают еженедельно, но пускай будут и ежедневно проходить, если это будет нести духовно-нравственные учения в общество.